Привет! В эфире информационно-познавательная программа телеканала ТНТ «Онега» «Заграница Ньюз». Специально отобранное известие со всего света представлю вам я, Никита Власов. Смотрите вот, что вы увидите в ближайшие 12 с половиной минут. Реинкарнация индуистского бога, петрозаводский след хобота, метод классификации по форме черепа работает, достижения португальских палеонтологов, история черепков из Тель-Авива, что объединило археологов и владельцев пивных спустя 5000 лет, Украина, пернаты, домики для птиц и все, что нужно знать об их устройстве. Все более или менее компетентные органы выясняют, связан ли факт появления на свет в индийском городе олигарх, ребенка с хоботом, с прошедшей не так давно в петрозаводской выставкой индийских товаров. Подозрения возникли сразу после того, как выяснилось, что во время пребывания в столице Карелии индийской торговой делегации по соседству с экспозицией состоялся концерт петрозаводской рок-группы Ганеша. А как всем известно, именно так Ганеша зовут индуистское божество с телом человека и головой слона. У меня в детстве даже была такая статуэтка, мама привезла из Индии. Тем временем на родине чудо-ребенка и слоноголового божества события развиваются предсказуемым образом. В индийском штате Утар-Парадеш родилась девочка с физическим отклонением, которая, однако, не оттолкнула от нее людей, а наоборот. Посмотреть на необычного ребёнка спешат верующие даже издалека. И не просто посмотреть, но и поклониться ей как реинкарнации индуистского божества. «Моя сестра родила девочку вчера в семь утра. Её лицо выглядит точно так же, как у бога Ганеши. Все сказали, что она – переродившийся бог. Вот почему люди, услышав о ней, приходят сюда посмотреть и приносят подношения». Ганеша – бог мудрости и благополучия. Как известно, у него была голова слона. «Я верю, что этот ребёнок – реинкарнация бога Ганеши. И я пришла сюда. Я чувствую здесь глубокое умиротворение». Необычная девочка родилась в семье рабочих в городе Олигарх. Для них это четвёртый ребёнок. По словам врачей, в остальном младенец абсолютно здоров, а нарост на лице результат мутации гена, которая могла произойти из-за недостатка питательных веществ и загрязнения окружающей среды. Если родители девочки захотят, то позже это можно будет исправить операцией. К слову, в Индии обожествление людей и животных с физическими отклонениями – явление распространённое. Был известен мальчик с хвостом, которого посчитали реинкарнацией бога обезьян Ханумана. Иная структура черепа ископаемых земноводных вынудила португальских учёных их к сегрегации древних амфибий. Необычайная зубастость, похожих на саламандр ископаемых останков, поставила учёных в классификационный тупик. Ещё бы, они думали, что нашли окаменелую тушу доисторического крокодила, а по форме головы получается, что нет. И вот тут метод классификации живых существ исключительно по форме черепа, изрядно дискредитировавший себя в прошлом веке, выручил португальских палеонтологов, несмотря на негативную коннотацию. Учёные открыли новый вид гигантских земноводных, обитавших на нашей планете в триасовый период более 220 миллионов лет назад. Останки палеонтологи нашли на месте древнего высохшего озера в португальском регионе Алгарви. Найденной амфибии присвоили название метапозавр. Эти земноводные внешне похожи на современных саламандр, однако своим образом жизни они больше напоминают крокодилов. Метапозавры жили охотой и ели в основном рыбу. «Эти земноводные вырастали довольно большими – до двух метров. У нас есть останки молодых особей размером чуть более метра. Все они жили около 220 миллионов лет назад. Как мы выяснили, они старше, чем тираннозавр или любой другой динозавр». Учёные говорят, что эти древние существа размером с малолитражный автомобиль выглядели довольно устрашающе. У них была плоская голова, а челюсти буквально усыпаны острыми зубами. Некоторые родственные им виды порой достигали 10 метров в длину. Останки подобных амфибий находили в Африке, Европе и Северной Америке. Однако земноводные, обнаруженные в Португалии, отличаются иной структурой черепа и челюстей. Это дало палеонтологам основание отнести их к отдельному виду. Пока учёные обследовали только 4 квадратных метра древнего озера. Им предстоит ещё долгая работа по поиску других окаменелостей доисторических животных. Небывалый ажиотаж среди владельцев тель-авивских пивных вызвало открытие еврейских учёных. Последние обнаружили свидетельство 5000-летней традиции пивоварения прямо в центре израильской столицы. В виде россыпи глиняных черепков перед археологами предстали доказательства того, что очень древние египтяне варили и употребляли пиво везде, где бы они ни находились. Последнее, кстати, объясняет эпическую жестокость коренных жителей древнего Египта по отношению к другим народам. Но это к слову. Пока же владельцы пивных, расположенных вокруг раскопа, пытают археологов, чтобы те поделились секретами древнего пивоварения, в первую очередь с ними. Ожидается, что новые сорта пива, сваренные по древним рецептам, придутся по вкусу доверчивым любителям этого напитка. Прямо в центре Тель-Авива, на месте строительства офисного здания, теперь орудуют археологи. Здесь нашли останки древнего поселения возрастом более 5000 лет. Обнаружено много керамических черепков. Среди них – фрагменты сосудов для производства пива. Что удивительно, сделаны они по древней египетской технологии, когда в глину для большей прочности добавляли солому. Учёные говорят, что это первое свидетельство египетского присутствия на территории современного Тель-Авива. «Мы нашли около сотни черепков на этом месте. Но что удивительно, что мы впервые нашли в Тель-Авиве фрагменты посуды из бронзового века, которая принадлежала египтянам. Они поселились здесь около 5000 лет назад». Владелец местной пивоварни говорит, что рад находке. «Моя пивоварня в двух кварталах отсюда. Называется «Танцующий верблюд». Мы стараемся варить пиво только из местных ингредиентов. Я рад узнать любую информацию от археологов о том, как древние варили пиво». Кстати, рецепт древнего пива очень прост. Египтяне заливали рожь водой и оставляли её бродить на солнце. После этого добавляли в полученное пиво фруктовые подсластители и фильтровали. Отметим, что раньше поселения египтян на территории Израиля находили в пустыне Негив, а также в районе Средиземноморского побережья. На Украине готовятся к встрече ранее эмигрировавших в тёплую Африку пернатых. В рамках этого проводится массовый ликбез населения на тему, как нам обустроить домики для птиц. Причиной тому стала не только массовая неосведомлённость о тонкостях скворечника строения, но и повсеместное исчезновение на Украине деревьев, обладающих каким-никаким одуплом, где могла бы спрятаться, скажем, кукушка. Данный просветительский украинский опыт, по нашему мнению, заслуживает того, чтобы быть заимствованным и в России. В отличие от некоторых других соседских практик и новшеств, в настоящее время на словах осуждаемых российским обществом анмаз и на деле порицаемых силовыми структурами. Новые квартиры со всеми удобствами. Как смастерить домик для птиц, учитывая вкусы пернатых? Это домик для совы, для того, чтобы она могла сюда спокойно залететь, здесь место для этого сделано. Здесь она садится, ей легко вылететь, легко зайти. Это у нас синичка. Синичкам по душе ромбовидные однокомнатные апартаменты со входом сверху. А скворечники – хижины только для скворцов и воробьев. И тоже со своими особенностями. И здесь был еще такой седал, вот такой. Да, чтобы они могли, ну, тут сейчас запрещается это делать, все-таки боятся, чтобы коты туда не добрались. Экологи в Киеве возрождают традицию встречать птиц каждую весну, устанавливая для них места гнездования. Ведь многие пернаты самостоятельно не могут соорудить себе жилье, а дуплистых деревьев из-за санитарных рубок с каждым годом все меньше. При этом, чтобы конструкция птицы понравилась, важно не перестараться и не отходить от традиций. Домики начинают раскрашивать токсическими красками разноцветными, разрисовывать их в какие-то там яркие цвета, там красные. Ну, то есть, как бы человек пытается представить, что птице должно это понравиться, потому что это в тренде модном каком-то там. Вот домик горефоский, сейчас будем забивать. Устанавливать домик нужно на высоте не ниже пяти метров. Ствол дерева должен быть прямым, чтобы птенцы смогли выбраться. И, что важно, вешать такое жилье непременно на южную сторону. Если будет северная сторона и дождливое лето, обычно июнь дождливый, то просто птенчики могут простыть или начнется плесень. Для птиц это очень важно, чтобы дупло прогревалось солнцем. Такой домик может прослужить птицам около пяти лет. В завершении нашего обзора о погоде. Я же, Никита Власов, с вами прощаюсь. Не навсегда, а всего лишь на неделю. От заграницы никуда не деться. Пока! В Олигархе плюс 32, солнечно. В Лиссабоне плюс 24, ясно. В Тель-Авиве плюс 16, небольшой дождь. В Киеве плюс 11, гром и молнии. Редактор субтитров А.Семкин